В Музее Победы открылась выставка к столетию окон роста. На балюстраде третьего этажа Музея Победы развешаны рисунки и плакаты, но эта выставка не графики, а, прежде всего, борьбы новой российской власти против старой и советской против фашистской. Борьбы, в которой искусство плаката оказывало на противника воздействие почти что нервно-паралитическое. Так, тульские подпольщики однажды заклеили дома в городе присланными из Москвы окнами ТАСС. Был декабрь 42-го, мороз, отодрать бумагу от стен не было никакой возможности и плакаты со стихами и рисунками были немцами просто в ярости и бессилии расстреляны. Точка-точка-точка под стеклом нож с коротким лезвием и замотанной изолентой рукояткой. И рядом его работа, лестник картонной с прорезанными в нем словами точка-точка-точка теперь, когда республика обескровлена, изранена. Это трафареты для окон роста 21-го года. Такие же, вырезанные руками мастеров со строками, сочиненными Маяковским и другими поэтами по последним сводкам новостей, рассылались по всей России, а в Москве отрисованные, оформленные строки висели уже через час, почти как в нынешних новостных лентах только от руки. Минус. Почему Маяковский доверял править свои стихи только одной машинистке? Рядом в витрине толстый карандаш и кисть Маяковского, инструменты поэзии прямого действия, которыми поэт и художник набрасывал эскиз вот этого, например, рабочего, длинной рукой указывающего на соседний квадрат, где в него ладонь бросала зерна. Вот программа всего нашего хозяйства. Каждый лоскут должен быть весной засеян. Плакат, и до наших дней сохранивший актуальность, у украинцев и русских клич «Один да не будет пан над рабочим господин» и «Пан», поднятый на русском и украинском штыках. Герои красные, враги, лентяи, воры, врангели и т.д., черные и аршинные буквы по белому фону, разъясняющие увиденное, чтоб понятно было самым неграмотным. В коллекциях Музея Победы, Музея Вооруженных сил, Госархива РФ, ТАСС, РВИО и Музея Маяковского сохранились, судя по выставке, десятки выдающихся образцов советского агитпропа, в полной мере усвоившего законы русского авангарда. Тут же, кстати, Иран Немалевич в совместной с Маяковским работе у союзников французов битых немцев полный кузов. Агитпроп времен Гражданской войны бил по головам буржуев увесистым кулаком Маяковского. Работы советских художников сороковых, собравшихся в коллектив ОКОНТАС на третий день войны в помещениях художественных салонов на Кузнецком мосту, ударили по Гитлеру всей силой советской сатирической карикатуры, беспощадной, эмоциональной, одновременно гиперболизированной и точной в деталях. «Выразительность — это когда в рисунке нет никаких второстепенных деталей, а есть максимально концентрированное выражение мысли», — говорит Владимир Мачалов, знаменитый художник-карикатурист, член РАХ, в свое время заместитель главного редактора «Крокодила». «Мы стоим с ним перед его любимой работой на выставке карикатурой Кукрыникса в превращение фрицев», — фюрер указывает вперед. Продрогшие солдаты вермахта двигаются по снегу с тройными рядами, постепенно превращаясь в ряды крестов. Согласитесь, сразу доходит, что художники хотели сказать. Доходило и до немцев. Искусство плаката оказывало на противника воздействие почти что нервно-паралитическое. Крестьянин, днем покоряющийся немцу, а ночью срубающий ему голову. Юный фриц с каской вместо головы, Гитлер с такой же пустой головой, куда сыпятся бессмысленные приказы, Гитлер предполагает Красная Армия располагает. Страшная обезьяна в немецкой каске внизу призыв из стихотворения Симонова «Убей его». Серия-летопись вражьих нашествий в Россию всегда заканчивавшихся разгромом врага. На выставке есть работы, от которых стынет кровь, у которых до сих пор хочется улыбнуться, над которыми задумаешься, взять хотя бы плакат Николая Денисовского декларации о поражении Германии, украшенной портретами военачальников СССР, Франции, США и Великобритании, вместе добывшими общую победу. «Я не согласен с вашей идеологией, но окна, точка, настолько хороши, что, когда я вывешиваю их у себя в цехах, производительность труда повышается», – писал в 1944-м в Москву американский предприниматель, просивший подписать его на окна ТАСС. Изготавливавшихся в трех смены до тысячи экземпляров по строжайшему техническому регламенту круглосуточно с июня 1941 по 29 декабря 1946 ГО коллективом художников и мастеров, в который входило более 500 человек. Выставка в Музее Победы – памятник их труду. Справка РГ «Первое окно роста» исполнил в Москве в октябре 1919 года М. М. Черемных. Впоследствии к нему присоединились В. В. Маяковский, создававший как рисунки, так и подписи, а также Д. С. Маор, И. А. Малютин, А. М. Нюрнберг, М. Д. Вальпин, П. П. Соколов, Скаля, Б. Н. Тимофеев, В. В. Хвостенко и Д. Р. Аналогичные окна выпускались также в Петрограде, Л. Г. Бродаты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков и Д. Р. На Украине, П. Е. Ефимов и Д. Р. В Саратове, Баку и Д. Р. Городах. Культура, арт, актуальное искусство филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гидпарк РГ Фото.